Всем привет, с вами Марина Север и Лена Рэй, вместе DoubleXPlay, да кстати мы что тут в меню сидим, а у нас в меню сидим, а посмотрите что у нас происходит, у нас что-то там происходит на заднем плане, жалко что не видно, ну-ка отодвините, кстати, кстати очень хорошо было видно, да, наш пушистый предок был, бусинка, я не вижу, блять, она, ей нужно выйти, короче мы спасаем своего мужчинку, да, вот кто у них в семье с яйцами, так это Кейт, так, нужно понять как вообще приближать эту вот хуйню, какого хуйня, да блять, да че, я вылезти не успела, я пыталась понять, как приближать, потому что у нас тут есть оптический какой-то прицел, а мы даже не можем его использовать, ну так смысл, это нас уже увидели все, кому не лень, блять, а как так, мы даже, где, кто увидел, в, так, о как, в голову, четко, смотри, никого бы, никого ли не было, нет, так это он, наверное, увидел, смотри, музыка-то ускорбилась, а смотри, я хочу поплавать внутри, будем плавать? конечно, мы будем пытаться проходить, конечно же, посты, кейт приплыла вот на этой акуле, она так вообще беспалево тут сидит, а смотрите, что там внизу, вот, это у нас база подводных лодок, а здесь у нас подарок, котик, котик, вообще не котика, кстати, как мило, умирает на воду, эй, ты че, блять, слышь, я вот, слушай, мы вылезли, пиздец, бухает, смотри, хорошо, что он бухает на работе, так, ну-ка, сейчас давай сразу снимаем это, ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- гвозди, ты мастер стелса вообще, я так не смогу, хотя не смогу, наверное, но это сделано, так, бежим, обыскиваем, а, все, мне показалось, что музыка, о, еще подарок, нам дают, а, ну тогда убирай, мне показалось, что музыка исчезнет сейчас, я думаю, пока не нужно, так, а как он берется, использовать аэрозоль, потому что можно их просто спрятать, да, вот тут в контейнере, потом кто-нибудь так придет, через несколько тысяч лет, а там хоба, дорогая Марта, с того дня, как я расстался с тобой, вся моя жизнь была сущим адом, долгие месяца я проклинала себя за свое решение, в конце концов я развелся, уехал из Советского Союза и устроился на работу в приличную фирму, ты вернешься ко мне, твой Кларк, ни хуя себе, по расширению не получится вернуться, потому что он умер, извините, кстати, он умер с бухлом, ой, боже, это вообще, умер с бухлами, знаете, это хорошо, да, хорошо тебе, хорошо тебе умерлось-то, да, с бухлом, классно, ну, бывает и такое, так, мы же по стелсу, мы, значит, будем ходить медленно, аккуратненько, да, вот там что-то наверху может быть, но здесь пока еще мало врагов, но потом, дальше и будет больше. Ага, вот туда куда-то мы можем поехать, но пока что нам это не нужно, мы еще должны все внизу посмотреть, потому что эта штука не будет работать, вот я все знаю. Чего там внизу? А, ну да. Да, там какого-то ключа не хватает, ну, смысл туда-сюда бегать, если мы и так все знаем. Ну, да. Кстати, здесь эпичность заключается в том, что чуваки всегда обновляются, то есть ты их убиваешь, а они потом опять появляются здесь. Так, это в каких у нас играх такое было? Это у нас в Сибири было, где были камеры. Фотографии. Нет, в смысле другие игры, не Кейт. В Бонде обновлялись, чуваки. Нет, хотя... Ларки. Всем сотрудникам от командира Пима. Приказываю всем сотрудникам соблюдать режим строжайшей секретности во всем, что имеет отношение к секретным подводным лодкам страха. Разговаривать на эту тему запрещается даже с женами, любовницами и любовниками. Ой! То есть тут такое что-то допускается, да? Болтун, находка для шпиона. Помните, что значит страх? Помните, что значит страх? Да, блядь. Везьмись, везьмись. Да везьмись. Доставлены 48 комплектов новой формы черно-красной. Просьба вернуть старую форму в штаб для аутенциации. То есть у них была розовая форма, но правильно, что отказались, потому что у них был пиздец. Это же тоже не черно-красная. Ага, может для каких-то более крутых мужиков. Ну да, продвинутый. Губная помада! Да почему они-то всякие люди? Я понять не могу. Вот смотри, ключ от крана нашли мы. Что за пиздец? Мужик! Ой, обновился между прочим. Здрасте! Ой, как страшно, обновился. Так, его можно обыскать снизу? Можно ли его снизу обыскать? Нет, к сожалению. Снизу, к сожалению, нельзя. Мы не можем быть снизу. Подарчик! А, слушай. А, как-то нужно с другой стороны. Ну ладно. Подарак! Он как-то с другой стороны открывается. Ну ладно, полежи там и потом. Полежи там. Да, и ты тоже, мужик, там полежи. Полежи. Чего нам нужно полезать? Чтобы спереди погладить, нужно сзади полезать. Кстати, мы в какой-то игре загадывали эту загадку, по-моему, кстати, в Кейт. Да. Отгадка очень проста. Это Марка. Никогда бы не подумали, да? А почему? Ой, кстати, там какой-то хер сидит. Причем этот хер нас может реально спалить. А убивать его нельзя, но спалить у нас может. А почему нельзя? Можно все. Можно убивать. Вот, кстати, подарочек сейчас заберем. Да, мы убьем, конечно, его, наверное. Ну, хотя жалко, он как бы безобидный совершенно. Сидит там что-то. Компьютерный гений какой-то. Вот, а внизу подарочек. Сейчас посмотрим. Я люблю подарочки. Ой, па-бай, спасибо, спасибо, как красиво, вай. Охуенный подарочек. А, нейтрализатор камеры. Это очень хороший подарок, я бы сказала. Интересно, а кто нам их раскидал, эти подарочки здесь? Гробокота кто-то положил. Да вообще, ну что, чувака убиваем, да? Аккуратненько. Мы можем его усыпить, в принципе. Ну, кстати, да, потому что он нам не враг. Ты куда? Ладно, мы сначала туда. Давай сначала с чуваком разберемся, а то он сейчас выйдет и увидит нас. Главное, чтобы тревогу не поднял. Здравствуйте. Ах ты где? Всем сотрудникам от Мегана Омаледи какой-то, не знаю, идеологического директора. Приветик! Как вы, наверное, знаете, недавно мы проводили конкурс на лучший девиз для нашей организации. Я выражаю искренне благодарность всем четверым участникам этого конкурса. Охуеть, как много. К сожалению, на новой эмблеме поместится только один девиз, поэтому троим из вас придется испытать горечь и поражение. Вот девиз, занявший третье место. Наша задача – активно накапливать опыт, применимый в мировых масштабах, с целью построения действующего преступного предприятия с ориентацией на конечный результат. Ну нет, блядь, знаете, девиз должен быть коротким, емким, как хуй простой. Это девиз мимо первой степени. Например, наш девиз «не победим, возбудим и не дадим». Как я устал. Так это, наверное, его девиз он придумал, раз у него и слежал. А, ну понятно, он какой-то компьютерный гений у нас. Да, он слишком сильно заморочился. Ну такими заумными фразами. Понятно, почему занял третье место, но если бы он, конечно, был… Если бы еще кто-то участвовал, он бы занял, сука, самое последнее. Куда? Ой. Чего? Чувак упал. В смысле? А, ты тут самый… «Привет, родни, ты не поверишь, но они наконец-то выдали нам приличную форму. Вышли фотографию при первой возможности. Обязательно покажи ее киске Маргарет. Надеюсь, ей понравится. Твой приятель Натан. Натан. Какой-то там киски пишет. Киски – это хорошо. Так, мы с какой-то другой стороны вышли. Так, а мы сейчас вернемся, наверное, обратно. Ага. Так, а, да. Так, этот мак у нас спит. Тут, получается, тоже запутаться, как бы, да, можно. Так, а здесь кто? А здесь? А здесь книжка. Книжка дает опыт. А опыт мы можем менять на улучшение различных штук у Кэйт. Ну, как страшно. Ну, как страшно. А, нет. Это офицерша по идеологии – сущий кошмар. Ты мне скажешь «сучка». Да брось ты. Вовсе она не так уж плоха. Как я могу выглядеть угрожающим в этой форме? И какая уважающая себя преступная организация возьмет себе лозунг «Быть плохим – хорошо, быть хорошим – плохо». А, так это девизменно? А мне он даже чем-то нравится. Тебе никак не девизменно. Этот лозунг так и не приняли. Я не о том. Его вообще не следовало предлагать. Где в нем угроза? Дай ей передышку. Она впервые в криминальной организации. Раньше работала в компании, делавшей кукурузные хлопья для завтрака. Ну, вообще, мой тоже, да. Херосе – смена вида деятельности. Так, ну вот узнали, какой-то тёлк. Ну, блядь, кто-то идёт. Ой-ой-ой-ой. Давай. Я знаю, что ты здесь. Ты чё, пидорас? Пидорас? Свинскай! Прям в бочину ему. Мы же хотели по стелсу. Чувак, мы твоего дружка утащим сейчас вот сюда. Вот здесь будем скидывать всех этих музеев. Сидыщи. Так, у нас там, судя по всему, кто-то ещё был. Да. Ой, как страшно. Он там стоит. Пока. О, боже, кровь! Почему ты не сдох? Слушай, вообще, смотри. Смотри, кто кукурит, кто пьёт. Ну, как обычно, собственно, что ещё можно сказать? А чё я ему ещё тести? О, вот здесь, возможно, у нас содержится какой-нибудь второй девиз. Профессору Хибарду от командира Пима. Насколько я поняла, вы подали жалобу в штаб-квартиру насчёт закрытия проекта Ипсилон. Мой дорогой профессор, уж не думаете ли вы, что из этого проекта может выйти что-то путное? Это амбициозный и бестолковый бред. Нам только помешает, особенно сейчас, когда все силы брошены на проект Амек... ...позабавиться. О-о-о, ты чё пья говоришь? О-о-о! Слушайте, мне даже жалко от него отрывать это всё. А пусть так висит. Как от сердца оторвать прям, нет. Пусть висит. Ах, вот так вот, понимаете. Ах! Ой, как страшно. Дверей много, это значит, что... Кстати, нет, давайте пойдём с другой стороны, потому что там тоже я слышала, помню, какой-то эпичный диалог. Он вообще максимально эпичный. Да? Вот здесь? А-а-а! Привет! Извините. Сорян. Спасибо, до свидания. Классно, поболтали, хорошо. Как приятный собеседник. И настоящий интроверт. Вот здесь? Да. Если они ещё не сдохли. Как? А где диалог там? Был эпик. Ой. Где? Где? Они что-то там? Они там вообще? Блядь. Ну почему? Так покажи, они там или нет? Там они ходят? Там был очень эпичный диалог, они вот про эту вот хуйню рассказывали, про их жест. Ммм. А он там один. Блядь, слушай, а что делать? Убить его, всё? Конечно. О, цветы спасли его. Причём он вообще не слышит ничего. Слушай, это... Две стрелы. Эй, скорее, врача! А мы посрать сходим. Блядь, жалко, диалог не вышел. Ну ладно. Он один, какой диалог-то? В общем, там был эпичный диалог, они рассказывали вот про это вот движение, каждое там расшифровывали, что это значит. Да, это действительно важно знать. На самом деле там был какой-то скрытый смысл. Но, к сожалению, мы никогда его не узнаем, потому что мы не работаем. А пока мы уже не помним. Изменение в расписании дежурств. Обратите внимание на то, что на этой неделе команда Фрэнка переводится на дневное дежурство. Сами виноваты, кто всё время жаловался на недосыпание. Просили получить. Кому начальникам всех отделов от администрации только что прибыла партия бумаги для официальных документов с новым логотипом страха. Бумага со старым логотипом будет изъята и уничтожена до конца следующей недели. Ну тут немножко смотрим, как они вообще живут, что они там делают, да. Какие-нибудь там бумаги, не бумаги. Чем они вообще здесь занимаются? Ну вот этими занимаются. Бумажки перекладывают, как обычно, да. Там где-то, по-моему, будет. Вот где тут у камеры, да. Ща мы её ёбнем. Слушайте, а нас очень хорошо снарядили. Отлично. А они не увидят, что там какая-то пуска такая стоит? А я как понимаю, она заменяет изображение. Здрасте. То есть он даже не увидел. То есть это чувак, который аптечка. Какой красивый кадр, прям на... Так, слушайте, а мы стекло не пробьём, надо что-то сделать с ним. А проползти тоже не получится. Почему? Так он увидит. Вот такой крутой. А может с другой стороны всё-таки попробовать? Раз уж диалог мы не услышали. Ну да, мы же хотели с другой стороны пройти, в принципе. То есть тут можно с двух сторон пройти, как бы куда хочешь, туда идёшь. Вот. Куда ползти, куда идти. Курлык, 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 курлык. Слоник зелёный. А, кстати, я так на них смотрела, этот пиздец с зелёным слоником. Это вообще... Извините за беспокойство. Пожалуйста. Извините, я ухожу, всё. Погоди-ка. Погоди, ничего не трогай. Я выйти не могу. Мы мирных чуваков не трогаем, потому что они хорошие. А вот эти всякие хуй... Ну, кстати, висит. Вот каждый, каждый, кто, сука, будет на нас бычить, вот будет так же висеть. Да. Да, короче, с вами шутки плохи. Ну, особенно скейт. Мы-то добрые. А, ну как сказать? Мы же можем и разъебать. Сотворное. Ну, смотри, мы будем ходить так же с... Да. Мне нравится арбалет. Он такой, потому что... Он не слышный, не стоялся. Тихо, тихо, чувак. Убью. Не трогай тебя. Тихо, чувак. Я безоружен. Если ты рыпнешься, я тебя ёбну. Мне просто нужно всё тут... Тихо, куда пошёл? Ты куда, э? Вот там и сиди, понял? Не надо. Я не буду тебя... Молчи, сука, нет. Погоди-ка. Я ничего не буду делать с тобой, мне насрать. Таблетки восприняли, у тебя голова болит. Всё, чувак, мы тебя не трогаем, только ты... Ну-ка, давай посмотрим на улицу. На улицу. А, с нихера себе у них тут база. Космос, блин. Это всё, это чужой, да. Кстати, чем-то напоминает Бунда. Я не знаю, когда мы были в космосе. Ну, так тоже... Ладно, давайте не будем... Не трогайте меня, я безоружен. Надо закрывать бедного этого чувака. Так, а там мы были? Да. Так, камера нас не пишет. Вот, мы сейчас к нему сжарки-то подойдём. Да, вот так было гораздо как бы удобнее. Да, и сейчас мы его тихонечко убьём. А, почему у него женский голос был? Почему? В смысле женский? Ну, какой-то, не знаю, женский голос какой-то. Взять. Давай, читай. Всем сотрудникам от Мэгана о Малоди, идеологического директора. Привет, ребята. Ну, любят он так, здорово, здорово. А, чуваки, привет, здорово. Вот девиз, занявший второе место на нашем конкурсе. Наша цель с энтузиазмом исследовать новые... Ну, то же самое. ...недоступные реализации на практике парадигмы противозаконных действий, дабы полностью функционировать наши возможности совершения зла и актуализировать наш потенциал. Что-то, что-то... Ну, короче, какая-то... Короче, лабуда какая-то, доброди, добудай. Просто набор слов, да. А-а-а! Роботы! Внимание всем! Ни в коем случае не допускайте роботов в помещение, оборудованное иллюминаторами. Они будут вас смотреть. Из-за ошибки в программе распознавания образов эти железные болваны принимают крупных акул за вражеских агентов. Думаю, любой из вас хорошо представляет себе, к чему приведёт стрельба роботов по рыбам сквозь стёкла иллюминаторов. Да, и здесь он будет. Земля в иллюминаторе! Роботы, это страхово! Они скоро появятся! Вау-ау-ау-ай-вай! Кстати, красиво! А посмотри вниз, там вниз что там. Очень красиво. Давайте рассмотрим. А тут не видно. А там чего внизу? Видно там всё. Видишь? О-о-о! Так вот как внизу, посмотрите, как красиво! Вау, классно, охуенно! Мы просто на морском дне каком-то. Мы же в Игейском море, да? В Игейском? Очень Игейском. Ну, мы начинаем какую-то вторую часть, наверное. Там химостик, да. Ну вот, мы сейчас попадём в новую локацию, поэтому мы её пройдём уже в следующий раз. А вы подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм. Обязательно на Инстаграм. Дабл Этсплей, там очень ржачные, коротенькие видосики. Вот. Ну, конечно же, на наш паблик, да? Всем пока! Ааааааааааа! Субтитры сделал DimaTorzok